МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Автопром не бросят. Итоги визита премьер-министра Дмитрия Медведева на АвтоВАЗ. Доживем до пятницы. На этой неделе самарцев ждут и экстремальные морозы, и резкое потепление. Самара, Куйбышев, Самара. 25 лет назад областная столица вернула себе историческое название. Почти 50 миллиардов рублей. Такую господдержку получит автомобильная отрасль страны в этом году. Перспективы автопрома обсуждали в Самарской области на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президент России поручил Кабинету министров до марта разработать стратегию развития отрасли до 2025 года. Хронология визита главы правительства на АвтоВАЗ и его итоги в спецрепортаже Марины Кравцовой. Этот цех окончательной сборки здесь уже готовы. Автомобили проходят строжайший контроль и уезжают с конвейера. Еще одно название цеха – выставка. В одном ряду ключевые модели автозавода. Лада Калина, Ларгос, Гранта, Приора, Лада 4х4 и нашумевшие новинки. Лада Веста и Кроссовер Икс Рей. Именно на последнюю модель на заводе возлагают большие надежды. По качеству и надежности автомобиль не должен уступать зарубежным конкурентам. Старт продаж планируется на февраль. Рабочий визит на АвтоВАЗ премьер-министр Дмитрий Медведев начал с тестовой поездки. За рулем Икс Рея он доехал до заводских цехов. Дмитрий Медведев осмотрел производство и пообщался с сотрудниками завода, которые поблагодарили за поддержку. Перспективы автопрома, стратегии его развития до 2025 года стали главными темами совещания. Во-первых, нужно оперативно наладить работу по импортозамещению автокомпонентов. Здесь наши производители находятся в достаточно серьезной зависимости. А нам требуется выстраивать собственные технологические цепочки от сырья до готовой продукции. Конечно, нужно более внимательно анализировать наши экспортные возможности, подумать, как нам продвигать наши компании на внешние рынки, наши бренды на внешние рынки. В непростых экономических условиях в прошлом году продажи всех автомобилей в России сократились на треть, хотя прогнозы экспертов были более пессимистичными. Поддержка автопрома продолжится и в этом году. Это и программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование процентов по инвестиционным кредитам для отечественных компаний, сохранение эффективных рабочих мест. Также очень важные меры, которые будут обеспечивать закупку муниципального транспорта на газомоторном топливе, городского электрического транспорта, это 3 миллиарда и 1 миллиард соответственно. В этом году предусмотрены и новые проекты. Мы начнем и два новых проекта. Первый – поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на приведение в соответствие нашей техники, в соответствии со стандартами покупателей. И второй – это новый этап обновления парка машин скорой и неотложной помощи. Также премьер провел личную встречу с губернатором Самарской области. Главной темой которой стало строительство детских садов и школ. В 63-м регионе очередей в дошкольные учреждения для детей старше 3 лет больше нет. Новая федеральная программа посвящена строительству школ и рассчитана на 10 лет. По всей стране необходимо создать около 8 миллионов мест. Это большая задача для страны и для вас, для того, чтобы сделать это в масштабах одной, но крупной области тоже это большая задача. Будем вместе работать. У нас, в принципе, вы знаете, заложены средства. В бюджет мы будем эти деньги направлять именно на строительство и модернизацию школ. Так что свое место найдут, естественно, и те объекты, которые будут строиться или уже строятся на территории Самарской области. В прошлом году заложили три школы. Мы в этом году уже одну школу на 1310 мест на 1 сентября хотели развить порядок. Мы рассчитываем, что нам надо примерно 80 школ за эти 10 лет построить и модернизировать. На встрече с премьером губернатор отметил, что в Самарском регионе увеличилась рождаемость, поэтому создание дополнительных мест в детских садах по-прежнему в актуальной повестке дня. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Крещенские морозы, хоть и с опозданием, но все-таки пришли в Самару. В ближайшие дни в городе и области ожидается понижение температуры до минус 25 градусов, сообщает Приволжское управление гидрометцентра. Синоптики называют эту погоду аномально холодной. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Самарское МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок и внимательно относиться к одежде. Одеваться нужно многослойно, потому что прослойки воздуха удерживают тепло. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Основными факторами риска обморожения являются тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с кровеносными сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление. Морозная погода в области продержится минимум до четверга. Наступившие морозы не дадут расслабиться коммунальщикам. Сейчас все внимание о работе отопительной системы. А до этого экзамен коммунальным службам устраивали январские снегопады. Как его выдержали городские службы, расскажет наш корреспондент. Кто кого снежный январь испытывает на просне службы ЖКХ и благоустройства. За три недели нового года выпала двойная норма снега. Только за одну ночь с пятницы на субботу намело 15 миллиметров осадков. Коммунальщики не сдаются. На борьбу со снежными заносами одновременно выходят три сотни единиц спецтехники. Работа по вывозу снега не прекращается ни на минуту. Нигде заторов не было, но снежные валы в связи с обильным выпадением снега в течение двух суток не всегда получается вывозить на полигон. Конечно, стараемся, но есть объективные и субъективные причины. Сейчас над этим работаем. За январь с улиц Самары вывезли 235 тысяч тонн снега. Дороги и тротуары расчищены до асфальта. Хуже ситуация во дворах. Управляющим компаниям предстоит усилить парк техники. Расчистка внутри дворовых территорий оставляет желать лучшего. Много нареканий со стороны жильцов. Было мое поручение об установлении новых нормативов по наличию снегоуборочной техники управляющими компаниями. Эти нормативы не менялись с 1995 года. До 1 марта такие нормативы разработать. И в течение года довести информацию до управляющих компаний о необходимости накопливания прибыли для того, чтобы купить необходимое количество техники. В прошлом году городской парк техники удалось обновить на 30%. Вместе с машинами для муниципальных управляющих компаний закупка составила порядка 100 единиц. Несмотря на сложный бюджет, Олег Фурсов поручил найти средства на партию спецтехники и в этом году. А с нынешней обращаться бережно, чтобы машины прослужили еще много лет. Следующее испытание для коммунальных служб, которое подкинул январь «Мороз». В связи с этим первый замглавы города рекомендует коммунальщикам быть особенно внимательными. Я бы хотел, чтобы мы сейчас себя настроили на три сумасшедших дня с морозами, которые вывалятся у нас за минус 20-25. Сейчас энергетики начнут поднимать температуру по батарее или по отоплению фрусевата в данной ситуации, когда порывами на теплосетях. Коммунальные службы во всеоружии, слабые места под контролем. На страже всегда дежурят несколько аварийных бригад. 25 января вся страна отмечает день рождения российского студенчества. Связан он с основанием одного из старейших университетов страны МГУ. Второе название праздника – Татьянин день. Именно эту святую считают покровительницей просвещенной молодежи. Студенты Самарского государственного социально-педагогического университета в Татьянин день получили долгожданный подарок – физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом вузе спорткомплекс был просто необходим. Ведь здесь готовят педагогов, в том числе по физкультуре, тренеров. А среди выпускников вуза много победителей соревнований международного уровня и даже участников Олимпиад. Марина Кравцова продолжит. Первыми опробовать университетский бассейн доверяют выпускникам вуза. Многие из них уже сами учат детей, работают тренерами по плаванию. Вспоминают, в студенческие годы им приходилось заниматься в самых разных бассейнах, тратить время на дорогу. Я очень рада, что этот бассейн построили, наконец-то свершилось. Бассейн находится, во-первых, в собственности. Когда хотят ученики, тогда и будут плавать. Ни под кого не подстраиваются. В этом году педагогическому университету исполняется 105 лет. Физкультурно-оздоровительный комплекс под названием «Буревестник» – отличный подарок вузу на юбилей. Здесь есть не только удобный бассейн на 8 дорожек, но и тренажерный зал, и даже гимнастический. Самария – это уже третий вуз, который обзавелся собственным фоком. Подобные спортивные центры уже есть в объединенном университете и экономическом. В педагогическом фок торжественно открылись символично – ко дню студента. И вы, и многие-многие другие поколения студентов будут пользоваться теми благами, которые бассейн представляет, как для молодых людей, так и для преподавателей. Как всегда была страна наша великая держава. И вашими усилиями, вашим трудом, вашим поколением она снова будет той великой. «Строительство этого спортивного объекта как раз даст нам возможность увидеть новые горизонты и, конечно, развиваться успешно дальше». Программа по строительству фоков, а их финансируют из бюджетов разных уровней, продолжится. По стране будет 500 подобных объектов. В Самарской области на очереди Тольяттинский госуниверситет. Марина Кравцова, Константин Головин, События. В Татьянин день поздравить студентов с праздником приехал и глава Самары. Олег Фурсов, сам выпускник Аэрокосмического института, навестил Альма-Матер. Напомним, в прошлом году произошло слияние с ГАУ и СамГУ в один вуз, который получил название Национальный исследовательский университет. Его студентов, которые добились успехов в учебной, общественной и спортивной сферах, отметили грамотами и дипломами. Глава Самары Олег Фурсов отметил, что студенчество всегда было в авангарде, и он ждет от него новых инициатив и сотрудничества. Совсем скоро в состав университета войдет еще одно высшее учебное заведение, и численность обучающихся превысит 25 тысяч человек. Это очень современный хороший тренд, который позволит вам получать новые знания, быть современными, быть передовыми студентами. Хотел бы сказать о том, чтобы вы не боялись ставить перед собой амбициозные задачи, потому что студенты авиационного института, а сейчас объединенного университета, всегда отличались повышенной требовательностью к себе самим, к обществу, тем людям, которые идут с ними по жизни. В день рождения российского студенчества сами виновники торженства на каникулах набираются сил перед новым семестром. В Самарском университете их возвращение ждут с нетерпением. Перед студентами большие задачи. Чем сегодня живут мученики науки, расскажет Алина Чемерес. Студенческое время – золотая пора в жизни, делится Дмитрий Артемьев. В стенах Самарского объединенного университета он раз и навсегда влюбился в науку. Сейчас учится в аспирантуре, проводит исследования на приборе, с помощью которого можно на ранней стадии выявить рак кожи. Вот это у нас как раз появляется структура кожи, то есть верхних слоев кожи. И вот у нас глубина проникновения. Здесь вот единственная нормальная ровная структура. Когда у нас есть патология, если у нас, допустим, базальный клеточный рак, то у нас появляются такие там темные ядра, темные гнезда их называют. Тем, кто трудится на пользу общества, в исследованиях помогают студенты. Сегодня у них первый день каникул, сессия закончилась. В научной лаборатории ребята вернутся в феврале. Здесь для них всегда найдется работа. И здесь студенты действительно оказываются незаменимы. Потому что они должны, во-первых, разобраться, как техника работает. Во-вторых, грамотно поставить этот эксперимент. Ну и, в-третьих, естественно, обработать большой массив данных, которых они получат после эксперимента. И порой даже для одного человека, пусть это какой-то уже видный большой ученый, это задача неподъемная. День студента своей популярностью обязана императрице Елизавете Петровне. В 1755 году она подписала указ о создании Московского государственного университета. Покровителем МГУ стал ее советник Иван Шувалов. И не случайно день основания вуза совпал с именинами его матери. Отсюда второе название праздника – Татьянин день. Отмечали его всегда с размахом. Гуляли вместе и студенчество, и профессура. Также этот день считался удачным для ворожбы. Девушки верили. На Татьяну привороты самые сильные. С Татьяниным днем связаны и немало народных примет. Одна из них – если на Татьяну морозно и солнечно, значит нас ждет хороший урожай. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Общественная организация «Союз генералов Самары» подвела итоги работы за год. Союз организован два года назад, и за это время проведена большая патриотическая работа в школах и вузах города. Сейчас в составе общественной организации 112 генералов. Все приняли активное участие в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В планах на 16-й год – встречи со школьниками и студентами, поездки в военные части. На торжественном собрании с приветственным словом выступил глава города Олег Фурсов. Он заметил, что Самарский союз генералов – одна из лидирующих общественных организаций города, и потому ее роль в реформе местного самоуправления трудно переоценить. Вы, как люди, которые являетесь носителями культуры советского периода, управленческой культуры, конечно, не должны оставаться в стороне от формирования новой власти во внутригородских муниципальных районах. Нам очень важно, чтобы ваш опыт, ваша мудрость, ваше умение управлять людьми, а зачастую территориями, были переданы управленцам нового звена, управленцам нового времени. Для нас это крайне важно. А теперь коротко о других темах дня. Сбой в системе метеослужбы перекрыл авиасообщение в небе над Самарой. В субботу 23 января в аэропорту Курумыч перестали принимать и выпускать самолеты. Невозможность получать корректные данные о погоде привела к принятию такого решения. Проблему удалось решить в короткие сроки. Сбой был устранен, и аэропорт Курумыч возобновил работу. Областная прокуратура составила рейтинг самых коррумпированных профессий по итогам 2015 года. На первом месте оказались сотрудники контролирующих органов. На втором – медики. Около 40% всех зарегистрированных фактов получения взяток совершены именно медперсоналом. В сфере образования выявлено 6 фактов получения взяток. В иных сферах таких фактов не было. В суде Красноглинского района Самары состоялось заседание по громкому уголовному делу в отношении докхантера 40-летнего Александра Сергеева. Его обвиняют в жестоком убийстве 63-летней Людмилы Сафоновой. Мужчина нанес ей более 30 ударов ножом из-за того, что женщина пыталась защитить собак, за которыми гонялся обвиняемый. Суд допросил свидетелей происшествия. Заседание проходит в закрытом режиме. Экспертиза установила, что у Сергеева имеется психическое расстройство. Прокуратура требует направить обвиняемого на принудительное лечение. На этой неделе начинается основная запись детей в школы Самары. Напомним, 19 января стартовал прием заявлений для зачисления в первые классы гимназий и лицеев. С 29 января можно подавать документы в обычные школы. Родителям необходимо предоставить письменное заявление, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства и документ, удостоверяющий личность. Первый матч года футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл в ничью. Контрольный матч на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах с китайским клубом «Хинан Дзянея» завершился со счетом 0-0. Всего на сборах «Крылья» проведут четыре контрольных матча. 1 февраля они сыграют с норвежским «Мольде». 5 февраля встретятся с бронзовым призером чемпионата Узбекистана футбольным клубом «НасАф». Последнюю игру на сборах самарцы проведут 8 февраля против чемпиона Узбекистана Пахтакора. Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии. Закон вступит в силу с 1 февраля этого года. Тем, кто на момент 30 сентября 2015 года был официально трудоустроен, страховую часть пенсионных выплат не повысят. Если увольнение произошло после этого срока, необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда с заявлением и подтверждением факта увольнения трудовой книжкой, и после этого выплата будет проиндексирована. Самарское отделение пенсионного фонда готово к наплыву людей. Специалисты разъяснят все нюансы закона и помогут разобраться, как лучше поступить. Индексацию пенсий ожидается у 60 категорий граждан. Это касается ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда. Это дополнительная индексация или доиндексация того повышения, которое происходило с 1 апреля 2015 года. В нашей области 277 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты, которым в прошлом году была произведена индексация на 5,5%. Учитывая, что уровень инфляции за 2015 год составил 12,9%, принят закон о проведении дополнительной индексации. Более 700 незаконных рекламных конструкций убрали из Самары в прошлом году. В основном это счеты большого формата. Мониторинг Департамент городского хозяйства и экологии ведет постоянно. Все данные поступают в центр размещения рекламы. Сейчас в Самаре остаются еще порядка 300 незаконных рекламных счетов. Часть из них стоит вдоль дорог, некоторые на частной территории. С этого года полномочия по сносу незаконных конструкций перешли муниципалитету. Департамент городского хозяйства и экологии сейчас готовит несколько контрактов по их ликвидации. К демонтажу планируют приступить уже в феврале. К решению проблемы незаконной рекламы в городе подходят комплексно. Особое внимание счетам не только большого формата, но и объявлениям на фасадах домов и заборах. У нас сейчас проведена инвентаризация, порядка 7 тысяч конструкций выявлено различных. Но имеется в виду и вывески большие на фасадах зданий, ведь мы же видим по 5-10 конструкций небольшого формата. Но мы их тоже считаем конструкциями и будем понуждать, сейчас есть указание главы городского округа Самара, понуждать собственников идти на оформление этих конструкций, либо демонтировать. А теперь время экономики. Что толкает нефть вверх, геополитика или увеличение спроса? Версии разные, но очевидно, что бочка сорта Brent нынче стоит 31,22 доллара центра. 3 доллара отыграно за выходные. Вслед за нефтью укрепился и рубль. На 26 января Центробанк установил курс доллара США на отметке 77,79 рубля. Курс евро – 84,16 рубля. На 3 рубля подешевели основные валюты. Золото стоит 2760 рублей за грамм. Серебро стоит 35,44 рубля за грамм. Из Куйбышева в Самару за 4 года. Столько потребовалось инициативной группе, чтобы вернуть городу его историческое название. И сегодня этому событию исполняется ровно четверть века. Указ Бориса Ельцина от 25 января 1991 года постановил переименовать город Куйбышев в город Самару и Куйбышевскую область в Самарскую. Легко ли поменять название целого города? Валерия Макарова восстановила события того времени. В конце 80-х город разделился на два лагеря. Одни требовали восстановить историческую справедливость и вернуть Самару самарцам. А другие их затею называли не иначе, как антисоветской. Сейчас страсти поутихли, а жители другого названия и не представляют. Мне Самару нравится больше. Почему? Ну как-то оно более краткое, лаконичное, звучит приятнее. Мне, потому что более привычнее, как там уже родилась семья в Самаре. Ну красивое название, историческое, соответствует нашему городу. С инициативой переименовать Куйбышев в Самару выступил историк Петр Кобытов. Его единомышленниками стали журналисты, библиографы, врачи больше 80 тысяч горожан. Но партийное руководство идею приняло в штыки. Что Куйбышевцы хотят? Вернуть название городу, а завтра они захотят вернуть царя. То есть вот этот негатив, он шел, по сути дела, по всей вертикали, начиная от районных партийных организаций и кончая даже российскими центральными культурными учреждениями. Имя революционера Валериана Куйбышева в стране носило в то время 40 населенных пунктов. Да и поныне в Самаре есть Куйбышевская площадь, улица и даже район. Отстоять свое историческое право на имя самарцам удалось. Десятки тысяч людей участвовали вот в этом движении, в этой борьбе за возвращение Самары. Причем и на предприятиях, и в учреждениях, и на улицах. Для общественников, которые начали эту борьбу, дата 25 января стала еще одним праздником. Сегодня в Доме кино его отметили премьером фильма «Возвращение Самары». 25 января город не только вернул свое историческое название. В разные года именно в этот день принимали знаковые для Самары решения. Так в 1935 городской совет постановил начать строительство набережной реки Волга. А 25 января 1912 года стало точкой отсчета истории электротранспорта в Самаре. Тогда городские власти решили построить первый муниципальный трамвай, который сейчас стал музейным экспонатом. Валерия Макарова, Максим Гуся, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самары ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Титтере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»